Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – железо. Мы с вами уже рассмотрели элементы главных подгрупп 1, 2, 3 группы, и нам осталось в рамках химии 9 класса познакомиться только с одним элементом, который находится, в отличие от всех прочих, в побочной подгруппе. Это элемент железа. Собственно говоря, железо находится в седьмой группе, в побочной подгруппе, а в третьем периоде периодической системы химических элементов Менделеева. Поэтому свойства железа будут очень сильно отличаться от свойств остальных металлов, которые мы с вами ранее рассматривали. И первое отличие можно увидеть в том, что для этого элемента будет характерно несколько степеней окисления. А именно, железо в соединениях будет проявлять степень окисления плюс 2 и плюс 3. Но, как обычно, сначала рассмотрим нахождение в природе. А в природе железо, как я думаю, вы хорошо знаете, находится в основном в виде руд. Это может быть магнитный железняк, это могут быть какие-то другие руды, содержащие железо. Но, так или иначе, чаще всего в природе железо находится именно в виде оксидов. Физические свойства железа, я думаю, также хорошо нам знакомы. Это металл сервисто-белого цвета с достаточно высокой химической активностью и высокой ковкостью. Что, в общем-то, позволяет его использовать для того, чтобы, собственно, ковать из него различные предметы и орудия труда. Ну, по крайней мере, это было актуально раньше, скажем так, сыграло немаловажную роль в истории, о чем мы с вами также уже говорили ранее на предыдущих уроках. Что же касается способов получения железа, то в основном железо восстанавливают из руда и делают это чаще всего с помощью углерода. Ну, точнее говоря, с помощью угля, а именно с помощью угля, полученного уже после процесса коксования. Он, соответственно, называется коксом. Чаще всего в самой реакции будет участвовать не сам уголь, а угарный газ. Угарный газ будет образовываться при взаимодействии угля с кислородом. Даже если при этом образуется углекислый газ, то в избытке он опять будет взаимодействовать с углем, образуя угарный газ, СО. Таким образом, СО2, который образуется во всех реакциях, дальше будет снова взаимодействовать с углем, снова превращаться в СО и сможет снова взаимодействовать с, собственно говоря, рудой. Ну, а сам процесс получения и восстановления железа будет происходить ступенчато. Изначально, если мы возьмем руду, в составе которой основной компонент это оксид железа-3, феррум-2О3, то сначала он будет восстановлен до вот такого вот интересного соединения, о котором мы еще поговорим. Называется оно железная окалина и имеет формулу феррум-3О4. И уже далее эта железная окалина будет восстановлена сначала до оксида железа-2, а затем, наконец, из оксида железа-2 до чистого железа. Собственно говоря, если дальше продолжить нагревать железо вместе с углеродом, то можно получить некоторые его важные сплавы, такие как чугун и сталь. Но, в общем-то, это уже вопросы, которыми занимается металлургия. А сама эта реакция чаще всего проходит в специальных печах, достаточно высоких, имеющих определенную форму. Называются они доменные печи. В общем-то, особенность заключается в том, что на определенных ярусах этой печи, на определенных высотах, будет поддерживаться определенный температурный режим. В общем-то, о том, как железо получить, сказали. Давайте посмотрим, в какие реакции оно может вступать. Железо в ряду активности металлов находится примерно в середине. И, собственно говоря, в большинство реакций оно вступает только при нагревании. Хотя мы сказали, что металл-то достаточно активный, оно вступает в активности и щелочным, и щелочноземельным металлом, что естественно, и также алюминием, активность которого тоже значительно выше. Таким образом, железо может взаимодействовать, как и большинство металлов, с неметаллами, кислотами и солями. С кислородом железо взаимодействует немножечко не так, как большинство металлов. При этом не образуется какой-то конкретный оксид железа, а образуется опять-таки железная окалина. Феррум-3О4. И об этом нужно помнить. Ну, вообще, в каких-то особых условиях, например, когда мы имеем дело с расплавленным железом, мы можем получить и другие, соединяя именно оксид железа-2. Ну, если просто происходит взаимодействие железа с кислородом, мы получим железную окалину. С остальными неметаллами железо взаимодействует в принципе так, как это характерно для всех металлов, но нужно отметить, что степень окисления плюс 3 железо будет приобретать только в реакции с хлором и бромом. Эти неметаллы, ну и в торм, конечно, тоже, эти неметаллы очень активны и будут окислять железо до высшей степени окисления. Прочие неметаллы, такие как, например, сера или йод, с которыми железо тоже взаимодействует, смогут окислить железо только до степени окисления плюс 2. Помимо простых веществ, железо также взаимодействует и со сложными. В первую очередь мы рассмотрим взаимодействие железа с водой. Взаимодействие железа с водой, естественно, не протекает при обычных условиях, а может протекать только при достаточно высокой температуре. Чаще всего, в общем-то, при этой температуре вода уже является газообразной, поэтому это будет реакция взаимодействия не столько с самой водой, а сколько с достаточно сильно нагретым паром. В этих условиях железо будет взаимодействовать с этим веществом, и мы получим вновь железную окалину, так же, как и в реакции с кислородом, а также, конечно же, выделится водород. А это надо запомнить очень четко, что железо взаимодействует с кислородом и водой, образует не что иное, а именно феррум 3О4. Ну и кроме того, мы знаем, что несмотря на то, что при обычных условиях железо вроде как с водой не взаимодействует, и выделение водорода мы не наблюдаем, тем не менее, очень медленно и плавно реакция окисления железа в воде, а также, в общем-то, в помещениях, где достаточно высокая влажность, ну и даже не в помещениях, а в окружающей среде, протекает. И называется эта реакция коррозия, да, по сути своей коррозии представляет собой процесс образования ржавчины, железо ржавеет. Эту реакцию, в общем-то говоря, можно увидеть в качестве такого вот уравнения ее. Здесь железо взаимодействует с водой, для этого, конечно же, также необходимо присутствие кислорода. Кислород, вода и железо постепенно взаимодействуют, образуя гидроксид железа-3. И, в общем-то говоря, тривиальное название этого вещества, историческое, как раз-таки есть ржавчина, да, по сути своей под ржавчиной следует понимать именно это вещество, да, железная калина, например, это никак не ржавчина. Соответственно, реакция протекает достаточно быстро для железа, ну, относительно, конечно, но, тем не менее, все же ощутимо. В принципе, можно даже провести эксперимент, поместить, скажем, железный гвоздь в стакан с водой и посмотреть, сколько дней потребуется для того, чтобы произошел процесс коррозии. В принципе, для этого не нужно будет ждать несколько лет, все произойдет гораздо-гораздо быстрее. Именно поэтому очень важны методы защиты железа от коррозии. Ну, помимо взаимодействия с водой, на котором мы уже достаточно долго остановились, также железо вступает в реакции замещения с кислотами и солями. Это свойство типично характерно для всех металлов, поэтому, я думаю, что нет смысла на нем останавливаться подробнее. Я отмечу только тот факт, что в взаимодействии с кислотами железо образует соединения, в которых его степень окисления будет плюс 2. То есть, взаимодействие с соляной кислотой мы получим феррум хлор-2. Напрямую же взаимодействие с хлором железо образует феррум хлор-3. Это тоже достаточно важно помнить. Ну, и наконец-таки я вам обещал, что что-то расскажу об этом интересном соединении феррум-3О4, а именно железной окалини. По сути своей, железная окалинина представляет собой оксид железа 2-3. То есть, в этом соединении есть и железо со степень окисления плюс 2, и железо со степень окисления плюс 3. Поэтому мы можем представить формулу этого вещества как, в общем-то говоря, 2 оксида. Но надо понимать, что это не просто смесь двух оксидов, а это единое вещество, образованное железом плюс 2 и плюс 3. Или даже как такую необычную соль, феррат-2-железо-3. В общем-то говоря, как бы мы себе это не представляли, чаще всего мы увидим это соединение как феррум-3О4. И нужно понимать про это вещество, что, в общем-то говоря, оксид это будет, по сути, отчасти амфотерный, отчасти основный. Мы понимаем, что феррум в степени окисления плюс 2 будет проявлять основные свойства, в степени окисления плюс 3 амфотерные свойства. Поэтому взаимодействия здесь, в общем-то говоря, возможно различны. Но если мы говорим о том, что у нас просто идет взаимодействие оксида металла с кислотой, то мы получим смесь из двух оксидов, из двух солей, точнее говоря. Из соли железо-2 и соли железо-3. Да, надо быть внимательным. Всегда, когда у нас железо-окальное растворяется в какой-то кислоте, которая не является при этом окислителем, мы будем получать две соли, железо-2 и железо-3. Это будет касаться соляной кислоты, это будет касаться разбавленной серной кислоты. А реакции будут проходить именно так, ну и конечно же при этом образуется вода. В принципе, ничего необычного, кроме того, что соль не одна, а две. Это, наверное, единственное, на что стоит обратить внимание, говоря о железной окалине. В принципе, она может взаимодействовать с кислородом, переходя в оксид железо-3. В принципе, она может взаимодействовать с железом, переходя в оксид железо-2. Собственно говоря, на этом и все о химических свойствах железа. Большое спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.